Всем привет! Сегодня нас ждет вот такой вот оригинальный узор паучки. Этот узор взят из носочков, которые мы с вами, возможно, тоже будем вязать. Я попробую, как они вяжутся. Там тоже присутствуют такие вот паучки. И именно оттуда я и взяла такую вот схемку. Ну, точнее, паучки вяжутся без схемы, а скорее с описанием. И, собственно, что у нас здесь есть? Вот как выглядит полотно. Мы вот так вот вяжем по направлению снизу, вот наш верх. А вот это вот. Это у нас шишечка. Можно делать вот с 5, а это с 7. Далее вот такие вот лапки. Это из узора, называется узор бабочки. Это просто ниточка, которая остается непровязанной. И дальше у нас тоже заканчивается все маленькой шишечкой из 3 петель. Так что давайте с вами вязать. В принципе, все равно, сколько мы петель наберем, расположение паучков вы выбираете сами. Поэтому я вам покажу, как вяжем одного паучка. Я набрала неважно сколько петель. Вывязывать, естественно, паука нужно на изнаночной глади. Вот, скажем, я уже провязала какое-то количество петель. И решаю, что вот здесь у меня посередине где-то будет идти лицевая такая полоска из лицевых петель. Вот она. То есть такая паутинка, по которой спускается паучок. И мы ее произвольно где-то посередине, либо сбоку, как хотите, начинаем вывязывать. На протяжении какого-то количества рядов. То есть здесь у меня, допустим, вот такой вот короткий узор получился. Здесь у меня длинный, здесь чуть покороче. Ну, то есть все зависит от ваших предпочтений. Итак, я просто вяжу до, скажем, середины своего образца. И где-то произвольно начинаю вывязывать полосу из лицевых петель. Ну, желательно я, конечно, буду посередине вывязывать. Вот, скажем, здесь я начну вывязывать. И теперь эта лицевая петля у нас должна сохраняться. То есть с значной стороны мы, естественно, будем вязать по узору. И вот так вот вяжем несколько рядов, сколько вам необходимо, сколько вы себе придумаете. Вот я уже провязала какое-то количество рядов в высоту. У меня, допустим, устраивает такая вот длина паутинки. И теперь можно вывязывать самого паучка. Итак, я вот как раз на моменте, где у нас лицевая петелька. Мы сейчас должны сделать шишечку. Мне больше всего нравится пропорция вот этого паучка. Здесь у нас 5 петель вывязано из одной петельки. А вот во всех остальных я вывязала больше. Вводим левую спицу в лицевую петельку. Вытягиваем одну петлю, делаем накид. Вытягиваем вторую петлю, делаем накид. И вытягиваем еще 3 петли. Всего у нас здесь 5 петель. Далее в них же вводим нашу левую петлю. И все это провязываем одной лицевой. Вот такая у нас получается шишечка. И заканчиваем ряд изнаночными. С шишечкой мы справились. Теперь у нас следующим этапом будут лапки. Изнаночный ряд мы с вами продолжаем вязать по узору. Здесь у нас лицевые. А вот шишечку мы провязываем изнаночной. И дальше продолжаем вязать до конца ряда. Полностью все по узору. И встречаемся с вами в лицевом ряду. Вот наш лицевой ряд. И давайте с вами начнем его вместе вязать. Потому как сейчас у нас первый ряд, где мы будем вывязывать лапки. Итак, вяжем мы с вами изнаночные. И не довязываем 3 петли до паучка. Вот наша лицевая петля, с которой мы вывязали шишечку. И вот 3 петельки. Мы их не провязываем. Ниточку рабочую мы перемещаем перед вязанием. Снимаем 1, 2, 3, лицевая петля 4 и 3 изнаночных с другой стороны. 1, 2, 3. То есть, всего мы сняли 7 петель. Мы их не провязываем. Теперь нитка уходит за вязанием. Ну, точнее, она остается перед вязанием, потому как дальше мы работаем с ней, провязывая изнаночную. И таким образом нитка у нас закрепляется перед шишечкой. В изнаночном ряду мы провязываем по узору, без изменений. И вот такие манипуляции с ниткой мы повторяем еще 3 раза. То есть, всего 4 у нас лапки будут. То есть, 4 таких вот момента мы должны сделать. 4 не провязанные у нас петли должны получиться. Вот наш изнаночный ряд. Здесь мы все провязываем без изменений. И не обращаем внимания на вот ту непровязанную нитку. Шишечку по-прежнему провязываем здесь изнаночной. И встречаемся на лицевом ряду. И снова мы с вами повторяем то же самое. Провязываем начало ряда по узору. И внимательно следим, не довязываем до шишечки 3 петли. И снова оставляем 7 непривязанных петель и нитка перед ними. Вот у нас перед лицевой петлей, перед шишечкой остаются 3 петли. Значит, нитка так вот передработаем. Мы снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Теперь нитка вступает уже в работу. Не сильно мы натягиваем, то есть натягиваем по ширине вот полотна. Сколько, вот как лежат у нас петельки, на эту же длину вытягиваем и нитку. Не нужно, чтобы она была сильна в натяжку. Она должна просто лежать свободно. И заканчиваем ряд. И вот так вот делаем еще 4, еще 2 раза. Всего у нас должно получиться 4 вот такие вот утянутые ядки. Дойдем до лицевой, на этом остановимся. Вот, смотрите, мы дошли до лицевой петли. Теперь правую спицу мы вводим в основание нашей шишечки. Вот она, первая петля, возле шишечки. Вводим. И вытягиваем вот эту нитку сквозь основную петлю. Вытащили петельку и переместили ее на левую спицу. Мы ее чуть-чуть натягиваем, так, чтобы петелька была небольшая по размеру, как, в принципе, обыкновенная петля в этом нашем узоре. Теперь у нас на левой спице есть вытянутая петля и петелька лицевая. Их мы провязываем как две вместе, но мы вытягиваем. Провязываем лицевую, не снимаем с левой спицы. Делаем накид. И еще раз вытягиваем лицевую петельку. Теперь у нас такая маленькая шишечка здесь. Это будет голова. И провязываем три вот эти вот петли вместе. Не сильно удобно здесь, но ничего. И дальше вяжем по узору. В следующем ряду у нас уже здесь не будет лицевых, будут одни изнаночные. То есть после паука мы с вами вяжем изнаночное полотно. Ну, а так в целом вы можете фантазировать и придумывать свои варианты. Можно, например, на одной вот этой вот лицевой полоске поместить несколько пауков. То есть дальше полоса будет продолжаться и на ней будет находиться еще один паучок. Чтобы получилось так, как вот на моем узоре после паучка, я буду провязывать уже изнаночное. То есть в изнаночном ряду после формирования паука вот эту петельку я буду провязывать уже лицевой. Так, чтобы у нас формировалась с изнаночной стороны лицевая гладь, а с лицевой стороны изнаночная, соответственно. Ну и так давайте провяжем несколько рядов для того, чтобы выделить этого паучка на изнаночной глади. И тогда он будет смотреться же. Вот такой вот у нас узор получился. Но лучше он будет смотреться, если мы его перевернем. И он как будто бы спускается, наш паучок, вниз. Всем, кому понравилось, оставляйте лайки. Кстати, я хочу еще выпустить несколько узоров с использованием этого паучка. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok